У нас существует с 2002 года кафедра истории славянских и балканских стран. В прошлом году она отметила свой юбилей. Наши выпускники работают и в Российской национальной библиотеке, и в Санкт-Петербургском государственном университете, как везде предоставствующие. И доцент факультета международных отношений Евгений Андреевич Колосков, в прошлом мой ученик. И работают в различных консульствах, дипломатических представительствах. На нашей кафедре изучаются польский и сербский языки, и, разумеется, великая история славянских народов. Начиная от происхождения славян, от их расселения и кончая агрессией НАТО против Югославия, кончая косовской трагедии. А некоторые студенты берут даже темы 21-го года. Сегодня, воистину, великий день, потому что святые Константин Кирилл и Мефодий даромали нам воистину Слово, то, о котором в прогласе к Евангелию святой Константин Кирилл сказал. Слушай, славянский народ, слушай Слово, ибо оно от Бога. Что было у славянских народов до Кирилла и Мефодия? Честно скажем, нет, чем Бог. Те фальсификаторы истории, которые изобретают различные Велесовые книги, кстати, впервые эта фальшивка появилась в профашистских эмигрантских кругах, те занимаются явным и наглым враньем, потому что, к сожалению, а может и к счастью, у славянских до Кирилла и Мефодия были одни черты и резы, зарубочки. Письменность, красоту Божественного Слова славяне постигли благодаря святым Мефодию Кириллу. Слушай, славянский народ, слушай Слово, ибо оно от Бога. И в современную эпоху интернета, в современную эпоху видеорядок мы все более понимаем значение слов святого Константина Кирилла. Душа бескнижная в мертвеца человека превращает. Нелюбовь книги, отвержение ее, забвение ее ради сиюминутных лайков и постов, страшно уродует человеческое сознание, страшно его искажает. На наших словах слово обесценивается, слово становится двусмысленным, трехсмысленным и ложным. Слово заменяется образом, и чаще всего образом уродов. Слово искажается. Очень часто люди говорят не на языке, а на жаргонке. И это горестно. Слово для святых Кирилла Мепоти это меч. Слово это щит. Слово это постижение великой красоты Божьего мира. Если хотите красы для души вашей, смотрите, любите и радуйтесь. Если же хотите пламени горящего избежать, не мрите ныне разумом своим. Сегодня наша планета горит. Сегодня множество боев развязано врагами славянства, врагами святой Руси, врагами человечества, которые стремятся поссорить славянские народы, которые стремятся их стравить, сеять их как пшеницу. И однако мы верим, что наследие святых Константина Кирилла Мепоти неколебимо, неизменно, истинно. И как никогда актуален призыв Тючева, обращенный к России. Ты не доверяй их ложной мудрости и наглому их отману. И как святой Кирилл, не оставляй великого служения славянам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...